я покаялся в 2000 году это было чудесное время время пробуждения еще об этом времени говорил боб джонс в семьдесят пятом году когда в россии люди которые покаялись пришли господу 2000 2003 год это люди которые переживают особые чудеса и чудесную волну пробуждения вот как раз это время было двух тысячных годов я встретился с христианами вернее когда мы собрались в одном из кинотеатров там христиане молодые ребята они свидетельствовали о том как иисус исцелил болезни и прочего прочего и и вот с тех пор я поехал с нашего города сбийска на миссию это был первый раз я выехал из города ну как на миссию я не понимал тогда что это миссия просто поехали в другой город там значит сделаем общину будем жить спасать нуждающихся людей помогать им вот тогда это моя первая миссия была я уехал на полгода даже не подозревая что это есть миссия и вот таким образом началась моя христианская деятельность мое служение моя жизнь моя философия мои жизненные установки и конечно же за это время на моих христианских таких путешествий миссионерства конечно много случалось чудес исцелений преображение возрождение людей с десятки наверное сотня может даже уже там и тысячи ну и конечно же есть и так скажем из раннего и есть вот и из позднего и помню однажды я приехал в город барнаул и мы организовали пастор был иван онищук у нас во главе мы там организовали реабилитационный центр для наркоманов алкоголиков это было такое пробуждение двухтысячного года и власти города обратили на нас внимание и они значит был один главный врач психиатрической больницы он говорит ребят но так как вам негде там где-то квартире живете вы приходите ко мне психбольницу я вам дам помещение вы будете отлично жить там вы будете заниматься своей программой и вот я помню мы значит согласились но думаем вот вообще люди открылись и вот мы попали в эту всем своим реп-центром нас человек 20 25 наверно в эту психиатрическую клинику мы наивные были мы все от бога принимали дали нам помещение там 120 квадратов жилых помещений все там все готовое мы были счастливы верили что так бог сделал и вот мы там были мы не подозревали зачем даже не спрашивали почему но есть где жить есть нам где быть где молиться где идти к новой жизни и помню значит мы без всяких условий вроде того что живем и приехал к нам и вот там в этот момент пока мы там жили начались такие чудеса и однажды утром приезжает парень из далекого города зимы звали его имя вова у него он приехал даже не подозревал куда он приехал ну да там алкоголь наркотики и он приехал к нам в этот реп-центр в барнаул зашел он просто человек понятия не имел ну да мама отправила там куда-то его лечиться там там хорошо будет езжай вот он приехал когда я увидел у него на щеке была огромная с там с голубиной яйцо шишка даже такой огромная большая шишка он зашел это было так ярко заметно и утро ну давай молиться вот он сел человек первый раз сидит давай молиться и мы начали молиться пошла молитва один провозглашает 2 и я так время от времени там открываю глаз смотрю как что там чтобы он не знаю там в обморок не пал или еще чего там у человек первый раз и вдруг я начал замечать что вот он что делает так вот тут прикрывает рукой что-то трепет там непонятно и где-то через там час закончилась молитва ну мы все там значит разошлись я подхожу к нему грю ну как тебе а он такой еще немногословный был он говорит вам ничего не говорит просто сидит смотрит я говорю чё ты там как-то волновался и он-то руку так держит я говорю убери пожалуйста он такой убирает руку этого этой огромной опухоли и и нет и маленький шрамик такой и вот все там что было вот это опухоль она вышла вышла и он сидит и у него абсолютно и этой шишки нету и он говорит она была много лет у меня огромное такое на лице у человека это было первое свидетельство для этого парня необычайного какое-то чудо но это и для меня было конечно и для нас для всех было невероятное чудо вот и вот виду таких вот свидетельств виду таких чудес парень тогда я помню остался и долго жил и и до сих пор он живой и здоровый все у него отлично и вот мы короче проживаем в этом центре в этой психиатрической больнице не подозревая зачем и почему мы там и значит началось это однажды приходит медсестра мы в одном в отдельном блоке жили приходит мистера и говори знаете что наш психолог хочет поговорить с вашими ребятами очень интересно и со всеми да со всеми ну хорошо со всеми так со всеми мы выстроились в очередь кабинету там у нас было там на 20 25 человек не меньше выстроились и насколько я помню по моему там был у нее тест люшера что ли он называется короче это цветовая гамма там человек выбирает цвета карточки цветовой гаммы там от черного до желтого такой переходный и вот значит этот тест показывает настрой людей там и прочее прочее и вот когда один заходит берет 2 заходит берет эти все карточки и вдруг она там на пятом на шестом на 7 вы выскакивает и такая возмущенная значит чего возмутилась то что все заходили и брали эти карточки абсолютно одинаково все начинали с каких-то желтого голубого оранжевого такого яркого цвета это говорит о том что люди абсолютно все позитивно очень перспективно радостно настроены вот это я помню так сильно возмутило что она вышла и начала предъявлять ругаться что зачем вы ломаете мне тему вы зачем все это друг другу передаете рассказываете мы потом анализировали так нам было удивительно забавно смешно что мы делали это естественно вот ничего не хотели ломать просто все были в таком одном духе и тогда это было для этих психологов такое свидетельство в этой это было свидетельство того что бог есть что невероятная наша такая метода которая в суде в сути и не метода просто молитва чтение библии преображения нового образа жизни это вот так вот сказывалась на состоянии людей и только потом мы узнали что главврач нас затянул вот туда для того чтобы подсмотреть как мы живем что мы делаем там и и так далее и последняя их капля была это когда они говорят мы хотим прийти к вам на молитву и ему почему-то я не знаю почему-то не разрешили им прийти психологом и психиатром врачам на молитву это потом я уж думаю надо было пусть приходили бы но но вот не разрешили им прийти на эту молитву и они нас выгнали оттуда да вы проводили в общем короче не знаю помогла ли на им значит то что они подсматривали за нами или нет но это было определенное свидетельство тогда для медиков для специалистов да и для нас самих потому что какой-то в тот момент обрушился сква шквал исцелений когда у парня был пиелонефрит хронический это вот прям вот в этот и врачи нам всем там анализы делали там проверяли нас и когда сделали ему анализ то у него не было пиелонефрита то есть он получил исцеление это тоже было очень удивительные и для каждого из нас и для медиков вот такие были история интересная и значит потом уже в последующем я уже осознанно решил быть служителем я решил служить я решил двигаться в христианстве как профессиональный служитель и так далее вот в 2009 году мы с теми с кем мы начинали в 2000 году мы собрались и решили поддержать наше апостольское видение открывать церкви по всему лицу земли но сначала мы взяли россию и вот таким образом сговор сговорившись мы пошли в миссионерство чтобы открывать в стране у нас от церкви и вот был случай мне очень интересный такой замечательный случай мы по во первых каким-то чудом мы попали в магнитогорск вот это было чудо просто куда поедем на поехали в магнитогорск сели на машину команда нас пятеро и мы поехали в магнитогорск и первое чудо было у меня был один единственный телефон в этом городе одного единственного человека которого я даже имя сейчас не помню я ему звоню и говорю мы приехали о я знаю что он был христианин а кто это был я не сейчас уже не помню я даже не помню как он выглядит он подъехал и говорит говорит ну ладно давайте я значит повезу вас надо где-то жить надо где-то остановиться и привез у нас в швейцарскую миссию приемных детей это был коттедж трехэтажный и там значит швейцарцы они наших детей собирали вот в этот вообще ну и значит такая назывался дом приемных семей и я там познакомился с этой миссии и были там и до сих пор живут юра и марина они христиане и вот они значит у них 10 детей такой детский театр у них вот из этих десяти приемных детей и их служение это воспитывать этих детей возить привозить школу воспитывать их кормить обувать ухаживать и значит они нас приютили вот у себя в этом доме и однажды значит мы там эта миссия наша была мы приехали то что церковь открывать и вот в один из дней у марины день рождения и надо подарок какой-то ну так как миссионеры не сказать что люди сильно богатые мы пошли на рынок и я увидел часы часы там путин владимир владимирович и дмитрий анатольевич медведев вот два портрета и часы такие я думаю вот хорошо давай значит возьмем мне вот этот портрет написано же за власти молитесь чтобы жить жизнь тихую и безмятежную взял эти часы приходим на день рождения к ней значит вот марин тебе часы дарим с нашими с президентами знаешь марин вот молись чтобы вам было классно здесь спокойно хорошо в общем чтобы власти благословляю вот тебе значит молитвенное такое направление и проходит там я не знаю где-то года два-три до пару лет проходит и ей звонок звонят ей из челябинской области и говорят марина значит вам нужно поехать в москву в течение трех дней поехать в москву а перед этим помните ездил молись и вот говорит она потом рассказывает говорит тут дал мне задание какое-то молиться за президент что я за них буду молиться какая мне от этого польза или но говорит сказал и а я согласилась и стала молиться и вот каждое утро я вставала и благословляла молилась со президента так делала и вот через два года звонок и и из области из приемной губернатора марин вот тут мы значит посмотрели решили вас в москву направить на встречу с дмитрием анатольевичем медведевым на тот момент президентом так как вы мать героиня вот вы имеете столько детей десятерых в попечении значит вот вам надо туда поехать она горит так я у меня у мамы день рождения на эти числа он говорит вы не поняли вам надо вылетать прям немедленно она трубку положила и только горит до нее дошло угу она садится на самолет прилетает в москву и и встречают привозят в кремль и там было три или четыре или пять там сколько там женщин таких же как она мать матеря героини вот которые занимаются подобной работой служением у которых многодетные такие семьи и в общем приехала туда и у нее было интервью в студии там в кремле встреча была с президентом дмитрием анатольевичем медведевым и вот когда у нас кто такая и так далее она начала рассказывать рассказала ему про эти часы что она за него молилась и за ввп тоже молилась и рассказала про нас что мы там занимаемся добрыми делами ну в общем уехала она оттуда на большом 12 местном или 20 местном автобусе toyota с часами значит с драгоценными камнями с грамотой с почетом с уважением уехала назад к себе в челябинск и такой с подарком от президента вот значит что иногда творит молитва такие чудеса знаете друзья я хотел бы пожелать всем служителям всем христианам друзья давайте будем молиться за пробуждение в россии на планете давайте будем молиться на за то чтобы из каждой из церкви встали вышли миссионеры наполненные божьей верой для того чтобы понести благую весть каждому человеку который у нас есть в стране и за пределами и и друзья давайте будем проводниками божьего желания чтобы мы могли принести царство на эту землю во имя иисуса христа а